Братья, молитесь о нас. Короткий стих. Во-первых, надо иметь братьев, хороших сестер, не быть одиноким. Ты можешь один жить, один в кельре сидеть. Но кто молится о благовестии? А что, Павел, молитесь о нас? Он чего просил-то? Чтобы дверь была широко открыта, чтобы нас принимали. Я скажу, что люди везде принимают. В прошлое воскресенье мы были на урывке, вы бы видели, как нас принимают. Ждут, приглашают, что-то пытаются нам дать. А мы говорим, мы ничего не берем, мы только даем. Так православные всегда только что-то просят. Значит, мы какие-то особые православные, евангельские православные, давайте так назовемся. Нам Бог дал Евангелие. И я его принял, и уверовал, и принес, кто получил через нас. Значит, и вы связаны с тем 62-м годом, с 27-м сентября, через меня уже. И через это вы восходите к посланиям Павла и ко Христу. Протяните мысль на эту нить благодарности, Господи. Как хорошо, что он меня нашел тогда. А ведь я сошел с корабля в этот день. Пошел, купил билет. Но до сеанса далеко я пошел. Но Бог знал, что я люблю. Я не пошел в притоны искать, как моряки, женщины и прочие, где желтые панели горят. Я шел, и душа тосковала. Я Бога не знаю, я умру, я погибший. Я иду в кино, занимаюсь библиотекой. В четыре библиотеки только записан был. Где бы корабль не остановился, я быстро бежал в библиотеки. Я страшно много учился и выучился. Я не знаю спасения. Но с детства мама приучила помогать немощным, больным. И отец этому учил. И глазам машинально увидели бабушку, которая нагруженные сумки несет. Я сразу к ней подбежал. Мне 23 года. Моряк сильный. Сто процентное здоровье. И первый вопрос я бабушке задал, неся ее сумки. А у вас где-нибудь здесь молятся? Да в 23 года сегодня многие пойдут этим путем. Мое сердце было готово. Я каждый день благодарю Бога за тех людей, которые умерли. Которые живы, которые трудились над моей душой. Которые дали мне Евангелие. Которые через меня распространились. На многие души. И о многих могу сказать. Печать моего апостольства выпу, Господи. Вот мое доказательство против осуждающих меня. Это было настолько сильным потрясением, духовным переживанием. Что я физически почувствовал прощение и грехов. Я встал обновленный. Я не мог дождаться. Вечер уже. Темняется. Лот спустит. Котирок отвозит на корабль, стоящий на рейде. Я только ногу перенес через борт. Называется фальшборт. И первый матрос, который стоит. Я ему сразу сказал. Христос умирь за нас. Он ждет нас. Налево поворачивает второй лед. Я второму сказал. Я не мог дождаться, когда я увижу капитана, старшего механика. Всем возвестить. И сразу же пошла молва. Все услышали, что я сошел с ума. И после этого 26 лет психиатрии и мучения. И тот, кто так и считает сегодня книгу, про одного, кто сидел. Википелов. Сколько он претерпел. Мне это пришлось пережить, чтобы другим передать опыт. И все это началось здесь воздвижение. Он возвиг меня от мертвых. Своим крестом живосводящим. Я не знаю, воскрес ли тот мертвец. Был ли он верующий. Это все может быть просто благочестивая мистификация. Благочестивый вымысел. Господь послан нас. Идите по всему миру и проповедуйте. Евангелие. Во втором Коринфянам 9.12. Ибо дело служения сего не только восполняет скуды святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Когда мы что-то дарим. Мы приезжаем и дарим книги на 10760 рублей в каждую библиотеку. Нынче за лето мы практически подарили на 150 тысяч. Это Бог сделал. И это только начало. Нужно, чтобы эта весть благая. Вот это начало, что мы делаем, пошло дальше. Мы, может быть, являемся начатком истинного благовестия о возвижении креста Христова в душах людей. В православии. Сектанты это давно знают. Второй Фессоннике 3.1. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. Ну какое доказательство, о чем молиться надо? Не о здравии и упокоении, а чтобы Слово Господне. И мы готовим ящики, готовим посохи, всю неделю готовимся. Дети проходят спевку. Какие уж там они, певцы-то. Но Господь сильно через детские уста тронуть и великанов. Чтобы люди пришли ко крещению. Облеклись во Христа, как Киприан Карфагенский говорит, и одежда белоснежная, туника, которую Бог дает в крещении. Она не бывает велика для младенца. Она не бывает малая для взрослого. Деяние 12.5. Итак, Петра стерегли в темнице, а между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. На нас может быть готовится покушение. Кому-то мы поперек дороги стоим, им кажется. И они поперек дороги могут встать. Бог обведет нас другой дорогой. И за них молитесь за врагов, за противящихся, за творящих пакостей. За юридиков, чтобы обратились. Чтобы продлилось это доброе мирное время. Чтобы не было войны. И вот эта неслыханная и невиданная свобода еще продлилась. Колосси нам 4.5. Молитесь также и о нас. Что у Бога отверст нам дверь для Слова. Возвещать тайну Христову, за которой я вузы. Ну когда, какой епископ, священник в России говорил об этом? Молитесь. Он тоже говорит, молитесь. Я поехал, чтобы безопасность была. И батюшка уехал, мы молимся. Я говорю, батюшка, мы молимся только о том, чтобы было у тебя благовестие. Ты уже каждый год ездишь и ездишь к этим бащам, к Серафимам. Что ты ищешь среди мертвых мертвого? Христос воскрес. Возвести истину. Встречайся с теми людьми, которые не знают Христа. Они умеют только анафимацию друг друга, а не воскрешать. Эфизианам 6, 18-19. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне. Дабы мне дало было слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования. Каждая церковь об одном и том же пишет, чтобы дало было мне слово. Что мне сказать? Ведь у меня вариации. Какие я могу сказать? Сотни, если не тысячи. Но какое нужно, я не знаю. Какое наинужнейшее, я даже не подозреваю. Я только прошу, Господи, покажи. Как? Мы просим, мы кланяемся и умоляем. Ну, услышит ли меня Бог или нет? Павел даже не был уверен. Молитесь, молитесь. Чем больше мы будем свящать ворота небесные очистить, тем быстрее Бог откроет. Все молитесь. Исайя 62, 6. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Чем мы должны заниматься? В школу приходите, друг другу возвещаете. Какой стих ты вчера выучил? Ведь нет этого. Как вы будете жалеть, этого образить нельзя. Сколько раз говорю, дети, в темное время не ходите по улицам. Продолжайте играть, бегать. Вы в наглость пренебрегаете меня и мои слова. Вы будете вопить. Рано или поздно ребенок будет потерян. И каждый схватится за вчерашний день, его не будет. Детям на улице в темное время делать нечего. Совершенно нечего. Пусть с днем играют. Наступил вечер, сейчас рано темняется. Слава Господу. Откройте Евангелие. Посидите, телевизор выключите. Я предупреждаю вас. Вы будете вопить. Но ребят своих не найдете. Воруете детей везде. Про нас далеко знают. И подметут с улицы. И в больницу спрашивают ребенка, видели, не видели. Никакая милиция вам уже не поможет. Вам поможет послушание словам, которые я говорю. Посадите детей около себя вещами. Огневите их. Дети, вы напрыгались, наигрались. Давайте посчитаем Слово Божие. Не выпускайте их. Солнце коснулось горизонта, чтобы они у порога стояли уже. Все. Я предупреждаю вас уже в последний раз. Часто изменили меня уже здесь не будет, если я раньше не умру. И когда будет беда, она обязательно будет. Только потому, что я говорю. И вы тогда все это вспомните. Послушайтесь. Сегодняшнее одежда, чтобы ни одного ребенка в темное время не было на улице. Прекратите подражать безбожьему миру. Иакр 5.16. Признавайтесь друг перед другом в проступках. Вот признайтесь за то, что вы не правы. Только застынет лед чуть-чуть, они провалятся под лед. Я каждый год предупреждаю. Берегите детей. И молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Многое может усилить на молитву праведного. Исцелиться от упрямства своего. Все думайте, что-то много знаете. Не высокоумствуйте. Закон ДН1 для всех. Падаешь, спишь, встань. Филимон 1.22. А вместе приготовь для меня и помещение. Ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Мы можем это обратить и к себе. Если мы будем хорошо молиться, Павел будет дарован нам. Мы будем ощущать его присутствие, как бы среди нас. Это он нас сегодня просит, умоляет. Молиться за благовестников. Чтобы дверь широко была открыта. Мы едем совершенно в неизвестное. Мы не знаем, как и что будет. Семя только сеется. А птицы уже со всех сторон слетелись. Это демон. Они там ждут уже нас. Они на дороге ждут. Они здесь сейчас находятся. Ни одного литургии нет, ни одного без сатаны. Тем более здесь. Будете спать. Это делает сатана. Ходит и бросает цветок. Благовидной причиной вымелось на улицу. Это все в жизни святого Макария Александрийского написано. Вы не думайте, что я пришел сам по себе и у меня все будет как. Не будет так. Птицы налетели и поклевали. Я говорю, они уже сейчас воруют. Вот здесь. На работе истомились. Да не в работе дело-то. А ты заранее брось в субботу. Пораньше. Да пораньше вставайте, чтобы сонный вид не был. А то в воскресенье я полежу подольше. А наоборот, в воскресенье надо встать пораньше. Филимоны 1.19 Ибо знаю, что это послужит мне поспасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. Чтобы Дух Святой путеводил нас. Положил, что сказать, на сердце. И сердца людей уже расплавил. Чтобы они были готовы слышать. Чтобы была благодатная почва. Правда, четвертая часть, она уже была готова. Спахана. Римлянам 15.30.31 Между тем, умоляю вас, братья Господом нашим Иисусом Христом. И любовью Духа. Подвязаться со мною. Молить Бог за меня, Бога. Я за себя молюсь. Я умоляю, Павел говорит. Я прошу за меня. Молитесь. Подвязайтесь. И за каждого, кто едет. Павел так нуждался в этом. Вы не думайте, что он просто для красного словца говорил. От этого зависело то, что впереди будет. И в каждом письме, как к нему Филимону пишет об этом же он, как к общине пишет об этом, не я не об этом. Это молитвы друг за другом. О чем? Чтобы исцелеть от упрямства. От своеволия. От искания своего. Подвязаться со мной в молитвах за меня, к Богу. Чтобы избавиться мне от неверующих иудеев. Чтобы нам избавиться от неверующих шарщинов. Потеряевки. Они здесь есть. И они никуда не денутся. И это уже назначено Богом. Мы сейчас выйдем из храма. Мы первое разделение начнем делать по машинам кто куда. Вы знаете, на день воздвижения мы едем не только прямо по дороге, мы едем к небу. Как прекрасны ноги, благовестующие их мир. У тебя ноги больные. Знай, лучшее лекарство это благовестие. Я знаю этот рецепт. И с этим рецептом я прошел 47 лет. У меня наследственно даже ноги болели. У отца болели и прочее. И Бог сделает так, что твои болячки не будут тебе мешать, а будут помогать. Хорошо, что нога болит, никуда я теперь не пойду. Буду сидеть дома и считать Слово Божие. Я глухой. И отец глухой был, и бабка. Не только повреждения, но и наследственное. И мне так хорошо, я многого не слышу. Людям, правда, самое трудновато. Когда крест воздвигнут в душе, тогда все содействует как благу проповеди. Идти в городе намного легче. Зашел, и сразу 20-30 квартир в один подъезд. Здесь каждый двор надо идти. Просите, чтобы Бог взял нас самих неупрямыми. Что мы прислушивались как-то, говорится, другие баптисты, так называемые свидетели Иеговы. Отовсюду переняли опыт. Мы в самом начатке. И мы не знаем, насколько это правильно. Мы не утверждаем, что только так надо делать. Но нам опыта никто не оставил, кроме апостолов. Благословенны мы Господом, что пришли сегодня в храм и услышали, что у православных есть такой праздник воздвижения. Да воздвигнемся мы со Христом через Голгофу в небо. Аминь. Аминь. Почаще поворачиваем в разные моменты. Так, чтобы заснять там технику везде, где. Вот эти все в Игореву машину поставьте. У тебя свободно? Вот, Дженни. Да. Так, хозяева машин, подойдите, жезлой разберите. Подходите сюда, кто на шофера. К Жене, к Жене, кладите. Так, крайнюю машину. Я два жезла в машину. Бери. Бери. Так, у нас сегодня необычно 3-4-5 машин. Даже могла быть шестая. Что мы делаем сейчас? Мы едем первые. Глушков, вы едете за нами. Он, где приостанавливается, вы тише. Чтобы мы уже знаем, где ухабы, где как ехать. Поддержаем Кшарщина. Мы ее решили с пяти сторон обжимать к центру. От центра у нас не получается, карты нет. Центральная улица и околоцентральная улица, допустим, с этой стороны кто-то берет и идет до встречи с теми, кто пойдет с той стороны. С этой стороны от дороги, центральной, вот проспект идет. Одни отсюда начинают, две машины оставляем. Одни оттуда. А одни сразу за речку пойдут там, где наша птицефабрика знакомая. Тричь, что говорить. Обязательно в руке должен быть жезл, старший. Рядом ребенок. Ребенка не запускать вперед. Ребенок идет сзади, рядом совсем. А когда выходить, ребенок первый. Сначала зайдете, постучите, если нет собака. Если есть хозяева, позовите. Лучше разговаривать через ограду. Бывает, собака позже выскочит. Никого нет. Зашли. Пусто. Поэтому берете Евангелие одни с наклейками, приглашение на них. А на других ничего не написано на корочке. В почтовый ящик Евангелие отпускаете. Если видите, что человек больной, хромой, в библиотеку не поет объявление, именно о библиотеке. Тогда человеку даете простое Евангелие без наклейки. Если молодой, видно, что в средних лет и может в библиотеку прийти, ему Евангелие с наклейкой. Что говорить? Мы из Потеряевки. Это рядом с Урывкой. Потому что Урывка того района относится. Им больше не надо говорить Мамонтовские районы. Мы рядом с Урывкой. Православные христиане. У нас сегодня встреча с жителями вашего села. В Доме культуры, или там называют клуб, в 3 часа приходите. В вашей библиотеке будут еще 38 книг. Плюс к тому, что кто придет, получит Новый Завет целиком. Вторую часть Библии. До свидания. Вот зашли в дом, и в следующий дом зашли. 2,5 минуты. От силы 3 нигде не разговаривать. Кто-то будет увлекать, говорить, знакомые. Наше дело обойти. В среднем падает по 200 дворов на каждого. За 3 часа. Я уже по минутам посмотрел. У меня ни в один заезд, мы так сжато не шли. Село большое. Его надо обойти. Не пропустить ни одного дома. В каждый дом занести Евангелие. Вопросы? Кроме Евангелия еще будет? Почему я верю? Ничего не будет здесь. Ничего, кроме Евангелия. Мы едем сюда, у нас все кончилось. Давайте сразу распределимся. Давайте как распределимся? Еще вопрос, можно? Я могу встать около своих машин. Вопрос, можно? Быстро. Надо ли говорить, что будет концерт? Может быть, это как-то людей завлечит? Можете сказать, небольшой будет детский концерт. Все. Добавьте. Небольшой, потому что он небольшой. Так, голову повыше, надо, чтобы не закатывать. Лежи им сказать. Шофера, встаньте около своих машин, а остальные все от них отойдите. Зачем? А, шофера. Дети, встаньте вот туда в одну минуту. Взрослые, вы туда встаньте. Дети, куда отойдите. Шофера к машине. Сейчас будет распределение. Взрослые одно место. Кто с кем хотел бы поехать? Здесь ваше желание. Встаньте, в голосе. Вон, ваш папа. Ну, конечно. Что я там назначал, это извините. Так. Больше пушки становились, а уже в основу торчилка. Нададите с моим, что вы сами. Вот так. Встаньте. Так. Встаньте, встаньте. 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 Песня. Песня. Мы всем говорили, что мы приехали из поселка Потеряевка, рядом с Урывкой, там 10 километров. Это строится с нуля православное поселение. Там все верующие, у нас неверующих нет. Каждое воскресенье у нас богослужение, церковь, а всего там живут в десяти домах только. Только начали строить. И вот мы приехали встретиться с вами. В прошлом году мы были уже здесь несколько раз. Каждое воскресенье мы выезжаем в какое-то соседнее село. Как правило, связываемся с администрацией. Нас интересует место встречи, клуб, пока где-то отдельно собирают, дом культуры называется, и библиотека. А при чем тут библиотека? Дело в том, что последние восемь лет я занимался издательской деятельностью. И Господь благословил издать. 38 книг у меня вышли из печати. И в каждом населенном пункте я дарю все эти книги. Вот только сейчас я оставил два бланка, которые заполнят вышли в дар. На десять тысяч семьсот шестьдесят рублей. Книги уже лежат в той комнате. Их можно будет приходить и брать. Мы, когда людей приглашали, говорили, приходите. Книги эти известны во всем мире. И они выставлены в интернет. Это международная сеть. Книги это не книжонки маленькие. Каждая книга семьсот пятьдесят две страницы. Это вопросы и ответы. Что тебя интересует? Это выставлено в интернете. Тебя интересует, допустим, так называемая проблема. Меня не интересует вообще это слово. Я его не люблю. Я называю его, заменяю словом, нерешенный вопрос или неразрешимый вопрос. Молодежь, семья, искусство, политика, экономика, социология. Там ты все это найдешь. Отдельная папка. И в ней вопросы, из какого тома это взято. Ответы даются не на основании того, что я умничаю, говорю. А что об этом Бог говорит? А Бог говорит через Библию. А я Библию знаю. Знаю ее, потому что учился в школе у Бога не четыре года, а сорок семь лет. Двадцать седьмого сентября вот сегодня. В пять часов вечера. Исполняется ровно сорок семь лет, как я уверовал по Евангелию. Я родился в религиозной семье. Знал, что Бог есть, а дальше ничего не знал. Киржатское поселение, как в Улевке. Больше я ничего не знал. Я знал, что нельзя то, нельзя воровать, нельзя блудить. Но я этого и не делал. Меня Бог от этого спас. Это страх Божий был. Меня Бог спас. И когда был в армии, я посмотрел фильм «Отверженный Викторой Юго». И там один главный герой Жан Бажан говорит, разве не было другой цели? Спасти не жизнь свою, но душу. И вот это потрясло меня. Я нашел книгу, стал читать и нашел, что действительно так. У человека бессмертная душа. Мы привыкли. Вот тело наше одевается в одежду. Вот одеты. А душа одевается в тело. Тело – это только одежда души. Говорят, великодушный. Прямодушный. Не душа, говорит, у человека этого, а золото. А сам по себе человек незрачный. И на него внимание никто не обращает. Вот почему для меня сегодняшний день, 27 сентября, является днем духовного моего рождения. И когда говорят, ну, наверное, уверовали в Бога, потому что у вас было трудно, невыносимо трудно, невозможно трудно. У меня, наоборот, легко все было. Я уверовал не потому, что трудно было, и деваться некуда, а потому что духовно я задыхался. В это время я отслужил в армии. В 1956 году я закончил 10 классов в Порщино. Село такое есть. Потом строительный техникум. Потом служба в армии в морфлоте. И после этого я работал на Балтике. Учился на штурмана. Мне Бог многое давал. За службу в армии я выучал английский, немецкий, французский языки. Я беседовал с людьми, разговаривал. После занялся испанским, латышским, грешеским. Я не знал, что во мне это есть. И Бог это открыл. Я приехал в Латвию. И через полтора месяца я свободно с ними разговаривал. Полтора месяца. А люди живут 15-20 лет, ничего не знают. Говорят, нас вот их женили. Говорят, а меня любили они. Они меня за своего признавали. Надо уважать культуру, нацию, язык того народа, где ты живешь. Я просто на своей практике жизненной убедился, что надо работать и доверяться Богу. И я уверовал. Уверовал через Евангелие. Слово Евангелие по-русски переводится «благая весть». Благая. А какая благая? Ну, добрая. Доброе известие. Любого спроси. Что тебя интересует? Самое доброе известие. Вот телефонный разговор. Вот письмо получить. Но самое хорошее, что ты ждешь? Каждый свое ждет. Девушка ждет письмо из армии, допустим, любит юноша. Мать потеряла сына в Чечню. Он без вести пропал. И вдруг объявился. Объявился живой. Это самая радостная вещь. Бывает, от той-то радости человек кончается и не может выдержать. А бывает так. Не было долго детей. Просили, просили. И вдруг ребенок рождается. Не могут люди надеялись. Как так? В 20 лет жизни не было ребенка, и вдруг ребенок родился. Самая радостная вещь такая, что я был приговорен к смертной казни, а меня помиловали. Вышел указ о помиловании. Я выхожу на свободу. Это сделал Господь Христос. Я грешник. Я умираю. Я иду в ад. Спасения нет. Возьмите за грех смерть. И вдруг я узнаю, что с неба сошел Сын Божий Иисус Христос. Сын Божий умер за меня. Он распятый был на кресте. Он распостер руки и пролил кровь за меня. Не просто за весь мир, а за меня. Ну, кто в Москве был и любит искусство. Знаете, есть Третьяковская галерея. И там одна комната. Примерно, если так вот отрезать, то такая будет. Посвящена картине Иванова. Явление Христа народу. Он 20 лет ее рисовал. Явление Христа народу. Кто видел? Скажите эту картину. Руку поднимите. Кто? Видите? Не так много. Эта картина очень известная. Он получил за нее большую золотую медаль и пять лет командировки в Италию. Повысит свое искусство. Изображает картину крещения Израиля. Иоанн Креситель. Иоанн Креситель. Иоанн Купала. Иоанн Креситель. И он показывает трупы. Вот агнец Божий, ягненок, который берет грех мира. А там с холма спускается Христос. Грех мира. Всего мира. До Христа рожденными до Нового Иерарха. Пять тысяч пятьсот восемь лет было. И 2009 год и дальше. А ты вставь свое имя. Мое. Он взял. Он понес. Я ответственен за все, что делал. После смерти нас ничего, кроме огня, не ждет. А Сын Божий говорит, я умер. Я отвечаю за твой грех. Ну как это? Непонятно. У нас сейчас в государстве этого нет. А в других государствах там и есть. Допустим, человек не мог отдать долги. Он должен вот столько-то. Но он не может отдать. Судья приговаривает его. Заплати ты, допустим, сколько? Пять миллионов динаров. Или ты будешь сидеть пять лет. Он говорит, денег нет. Пожалуйста. Сзади накладывают на него узы. И его тащат в лагерь. Но у него дома трое детей. Он пишет брату. Брат, помоги мне. Брат приходит и говорит, я здоровый и крепкий. Можешь у меня за брата посижу? Нам разницы нет. Этого отпускает домой. А этот остается за него. У нас в стране такого нет. Взяли, он там парится. У него десять ребятишек. Разваливается семья. Ни на что не смотрят. В других государствах не так. Так вот я приговорен к смерти, а за меня умер Христос. Смысл веры в этом. Это акт милосердия. Почему, когда бежит красный крест, машина, скорая помощь. Крест изображен. Это высший смысл жизни. Отдать жизнь за другого. Нет больше той любви, кто душу свою положит за друзей своих. Почему люди ценят, мирские люди, подвиг Зои Космодемьянской, Александра Матросова. Они умерли за кого-то. Гастелло направил пылающий самолет в танковую колонну фашистов. Ну, я просто напоминаю события, которые есть. Но он умер, он умер. Не верующий дём. Один Бог знает. А когда верующий за ближнего дает душу, он ради Христа это делает. Это было в фашистском лагере Освенцин. Приговорённый к смертной казни через сожжение священник. А у них номера только, фамилии нету. Он отдал одному итальянцу, у него много детей, а сам пошёл в печь. Его сожгли. Он теперь канонизирован у них, у католиков. Такое в Церкви Христовой было многократно. Но высший подвиг – это Христос. Он умер за нас. Это всё написано в Евангелии, которое мы раздавали. В Библии 77 книг. Ну, слово «Библия» все слышали. Но корень этот сохраняется «библиотека». Означает «библия – книги», а «библиотека – книга-хранилище». «Библиотека – книга-хранитель». Другого перевода нет. И Библия состоит из двух всей Ветхий Завет до Христа. Он описывает, как мир был сотворён, как развивался, как Бог обещал Мессию. Он пришёл Христом. И Новый Завет – вот я его держу в руках. Мы говорили, кто придёт на эту встречу, каждый получит Новый Завет. Бесплатно. Это вторая часть Библии. Здесь находятся Евангелие, Деяния, Послания и Апоколимпсис. Последняя книга Библии. Эта Библия переведена сегодня более чем на две тысячи языков. Ну, чтобы понять, много это или мало, следующее за ней произведение переведено на 118. А вот это остальное – полки, допустим, тысяча, один, тысяча, два полка для книг. Они все пустые. С Библией ничто не может соперничать. В ней пророчество. Вот люди не знают, а что будет дальше? Вас очень интересует это? Я вот веду занятия в городе свободном, как вот я здесь 13-го езжаю, в 17-м лет в техническом университете. В городе я веду занятия в пяти университетах, в десятках, сколько есть технику, в десятки школ, во всех отделах милиции, городском, краевом УВД, прокуратура, КГБ. Я не могу назвать место, где бы мне не шлось проповедовать, говорить о Христе. Лётные училища учат людей, но они не знают пути спасения. Путь спасения во Христе. Что-нибудь здесь, ну, задай вопрос какой-то. Вот в моих книгах я отвечаю на 4132 вопроса. Иной вопрос занимает 10-20 страниц. Всё из мировой практики, допустим, еврейский вопрос. А почему так допустили, что евреи обобрали нашу страну? Миллиарды загнали в Израиль. Всё везде, все эти обрановища, всё это евреи. Почему? Я отвечаю на этот вопрос. Согласно данных, какие есть в литературе, и что об этом говорит Библия. Я не против евреев. Я просто открываю глаза, и что ты там имеешь? 23-й, 24-й, 25-й том. Три тома. Что об этом говорили императоры, философы. Еврейский вопрос. Еврейский вопрос кардинально решить мог только Гитлер и Сталин. В печи пожечь 5 миллионов освенцами. Сталин решил подвести. Не Сталина, Гитлера. Нет, и евреи набрали ещё какую силу. Этот народ, к которому нельзя прикасаться. Он избранный Божий. Они неправильно пользуются избранием. Но это так. Кармакс кто? Евреи, это всем известно. У Ленина, мать, кто? Бланк, еврейка. Все евреи, все, которые были в правительстве Ленина, 98% евреев было. И сегодня это опубликовано в журнале Алтай. Центральный журнал писателя Алтайского края. И они не знают решение вопроса. Я знаю. Решение еврейского вопроса абсолютно точно знаю. Ко мне приезжает еврей. Наум Израилевич. Отец у него Израиль звать. Он у меня обращается к Богу. Он становится православным священником. Вопрос решился? Пусть через каждого попа придёт один еврей и сделает это православное священие. Вопрос решился. С евреями мы можем бороться только любовью. Мы должны показать то, что у нас есть лучше того, что они имеют. Да он меня обобрал. У меня ничего нет. Но у меня есть Христоса, у него нет. Вы знаете, что в городе Барнауле погиб внезапно мэр города, а потом губернатор погиб. Мэр Баварин Владимир Николаевич. Ну и Дакимов. Бог меня сподобил знаться с такими людьми. Ко мне приезжал на дом Баварин. К слову сказать, он был голубятник. И я держу голубей на голубятни. Нас это ещё родило. И вот когда поздравляли его шестидесятилетиями, ну и моё там все-то там с подарками. А у меня просто на листике. И мне рассказывает его советник общинников. Он прочитал один раз, второй раз, отошёл, задумался. А я пишу, Владимир Николаевич, Христос сказал, если весь мир приобретёшь, а душе повредишь, какой выкуп дашь за душу свою? Вы нам дороги как человек, мы его любили. Потому что он помог мне получить два дома в частную собственность. Я остановлюсь потом на этом. Бог касался его сердца. И за одиннадцать дней до смерти мы последний раз с ним встретились. Я не знаю, где он. Я не из тех людей, которые так близко сходятся с миром. Но когда случилась эта беда, у меня слезы сами потеряли. Я позвонил главному редактору. Крещён или не крещён? Если крещён, можно помолиться. Если крещён, молитва не поможет. Все говорят, он был крещён. Показывают фотографию, он оказывается в сверке был. Он был партор многолетнего моторного завода. И я ему неоднократно говорил, Владимир Николаевич, Библия отвечает на все вопросы. И она призывает вас покаяться перед Богом. Под этой временной славой не обольщаться. Сегодня, да, у меня всё есть. Завтра, может, не заплодил удары на той стороне. А с чем-то сами же. Вот сейчас мы сидим. Сейчас потолок обрушился. Как в школах пишут ученицы, задавило. Ведь беда-то не эта. Беда, что если душа неспасённая и пошла в ад. А если ты спасённый, искупленный, крещённый, душа идёт в рай, в Богу. А люди говорят, рад бы в рай, да? Ну, все же знаете это. И сегодняшний день воскресенья. Любого спроси. Ну, ты знаешь, что такое среда, судина, четверг, пятница, пятница. Ну, слово пять заложено. А суббота? Объясните, кто объяснит? Ну, поднимите руку, кто знает слово суббота? Как объяснить? А в школе ведь вы учитесь. И в году вы встречаетесь пятьдесят три раза со словом суббота и не знаете. Выходной день. А вы учителям задайте. Это еврейское слово шаббат означает покой. Это трансформация слова, ассимилированное, как выразимся у нас в русских. Суббота, шаббат, саббат. А воскресенье говорит, что воскрес. А кто воскрес? Корень воскрес. Ем супер, все окончание. Кто воскрес? Ну, давайте мы с ним так вообразим. Мы пришли на мировое кладбище. Мировое, это значит за семь тысяч пятьсот лет, как от Адама до последнего человека. И спрашиваем. Вольтер из-под земли глухо раздастся здесь. Магомед, основатель мусульманства здесь. Христос. И сразу услышим, его нет здесь, он воскрес. И придет Пасха, и вы будете приветствовать друг друга и говорить, Христос воскрес. И человек отвечает, воистину воскрес. Он действительно воскрес. Откуда мы знаем из Евангелия? Верующий в Сына Божия во Христа имеет жизнь вечную. Не верующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Любить Иисуса – это первая заповедь. Любить Бога всем умом, всей крепостью, всей душою – в этом все заложено. Вот за последнее время мы проехали 12 сел. Каждое воскресенье в село приезжаем, с главой администрации договариваемся. Клуб дает, приходят люди в библиотеку моих жертв и книги. Я один и тот же вопрос людям задаю. Как они знают Бога? Что самое ценное для них? Особенно старые люди, какие они покинутые, одинокие. А зачем мне жену? Мы в каждый дом сегодня постарались в женщину зайти. В каждый дом. Мы приехали на пяти машинах. Учитывая, что у нас только в десяти домах всего живут, то пять машин – это значит мы полдеревни уже к вам приехали. А ведь мы начали с нуля всего только 17 лет назад. Никто не ругается, не матерится. Ни один. Ни один воскресенье не работает, ни один. Вот у нас 300 гектаров, допустим, 200 с чем-то у фермера. И в воскресенье один день – все, может быть. А завтра дождь пойдет, хлеб не убрал. Но он не выйдет на поле, потому что мы Бога боимся. Это запой Божий. Чти субботу Господь. Суббота – это воскресенье. Ну посмотрите, что у вас все люди доработают. Вы живете рядом, вас много, вы все чужие друг к другу. У нас все родные. Мы все до одного пришли в храм сегодня. Мы помолились, назначили время, сели на машины и поехали к вам. А вы кто нам такие-то? А мы понимаем, что вы все нам, братья и сестры, по Адаму. А мы хотим, чтобы были по Христу те, которые не дали. Мы хотели вам рассказать о Боге, выслушать ваши вопросы. И старым, особенно людям, сказать. Вы не считайте, что вы ненужны, вы весьма нужны. Извините. Да. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok